ну что ж приветствую вас еще раз на кругосветном канале выходим за продуктами все завтра уже выходим из марины а сейчас надо затариться надо что-нибудь закупить поэтому едем в магазин сейчас возьмем самое необходимое в принципе может быть будем докупаться и в этом фетхе сначала потом в черногории что-нибудь возьмем но тем не менее натощак выходить в море не рекомендуется поэтому сейчас наберем самый необходимый он друзья смотрите у меня за спиной марина быть какие лодочки стоят а вот катамаран кстати заходит сейчас марина один из небольшой кстати катамаран там дай бог 80 100 метров квадрат жилая площадь даже меньше у этого меньше вот представьте я катамарана видел где 580 метров 32 что ли метра мачта 580 метров квадрат жилая площадь ну то есть это вилла реально туда можно джип загнать например там палуба есть такая можно загнать машину можно путешествовать со своей машиной водоизмещение у него не знаю честно говоря но я думаю что десятки если не сотни тонн потому что мнение я думаю что больше сотни чего водоизмещение даже вот лодка сколько она тащит две с половиной что ли тонны можно грузу накладывать кроме самой лодки ну лодка весит порядка десяти тонн ну это пушинка по сравнению с тем так ну все подошли к стоянке едем за продуктами все выдвигаемся из марины сейчас немножечко заодно проедем марину покажу в принципе я уже показал то она довольно таки маленькая вон там доки корабль можно поднять на это самое на ремнях вытащить посмотреть но починить и вот уже выезд короче говоря выдвигаемся это анталия и сейчас мы в ближайшие на метро съездим анталии миллионный город тут как бы с магазинами проблем нету если не ошибаюсь 2400 население города из которых я думаю что несколько сот тысяч россиян потому что есть наиболее такие крутые кварталы как бы районы ну практически полностью российские граждане жилье скупили самый хороший это как раз ближе к морю это жилье более-менее такое вон там а там дальше порт технически там и кораблики стоят да и не помощней друзья можете посмотреть цены на бензин вот собственно на данный момент ну курс лиры нужно отслеживать они были меньше в лирах сейчас горючка как бы в лирах подорожала в рублях примерно осталось то есть примерно я считал где-то 68 рублей это 95 92 здесь нет как и в европе то есть минимальный бензин 95 то есть вот считайте 68 69 рублей было в россии он сейчас где-то 51 95 будет ну в москве по крайней мере вот вот разница то есть ну казалось бы дороже прилично дороже но опять же с чем сравнивать нас россии да подороже с европой это очень дешевая горючка потому что самое дешевое в европе в польше 11 евро тоже по курсу 100 рублей можете прикинуть сейчас там плюс-минус почти 100 рублей вот но это самое дешевое самая дорогая которую я видел нидерланды юг италии до 18 евро приблизительно то есть там очень сильно здесь такого нету там очень сильно зависит трасса не трасса в городе дешевле трасса чем она длинней капитализм как бы понятно что вы там не рассчитали с пустым баком едете но и куда вам деваться вам там за 18 будут спаривать а в городе но 16 будет примерно но 18 то есть евро вот по курсу если посчитать поэтому здесь довольно дешево здесь бензин стоит хорошо дешевле евро он дешевле бакса вот а в европе он дешевле евро нет нигде евро собственно нет нигде и вот еще одна заправка вот здесь цены почти что госрегулирование почти то есть заправка от заправки очень мало отличается это не беларусь конечно где они прямо до копейки единые на всех заправках абсолютно на всех там госрегулирование здесь нет ну и не сильно здесь нет такого как бы ну вас не подлавливают на трассе во франции подлавливают еще как франция италия подлавливают особенно подлавливают когда трассы городу подходит то есть вы чуть-чуть не дотянули то есть вы можете заправляться там не полный бак естественно вы будете перед городом но не дотянул там не знаю 10 литров плеснешь но зато по какой цене так а а можно да не прям рядом а нормально нормально сейчас ага я поеду . ага добро так ну все пойдем сейчас посмотрим что в магазине вот такие цены друзья сейчас давайте на что-нибудь посмотрим ну вот например не знаю что это томатная паста какая-то за килограмм цена 17 90 за банку цена 25 95 судя по всему это так немножко непривычно цена указаны как бы обычно просто за банку еще здесь целая калькуляция вот примерно вы можете видеть масло так вот сколько тут масло 1370 литр 68 бутылка на пол 6 литров 55 литров это что за разворот это наверное соус что ли гранатовый все возьмешь не ага так ну короче так друзья это всякие колбаски сосиски да но знаете что как бы в турции как сказать хорошие это все или плохое оно натуральное и поэтому не очень вкусно и потому что первых никаких нету там подсластителей подтвердителей вот то есть это говядина в основном мы может баранина вот ну соответственно индейка что еще ну курица тут нету свинины это понятно о язык реально не фигасе вот поэтому они как бы такие невзрачные не очень вкусные но я понимаю что это под чему потому что ну как бы натуральный продукт он такой есть если туда всякую не подкладывать это самое какую-то не знаю искусственную фигню вот очень интересная вещь первый раз жизни вижу язык а какой он очень твердый довольно таки завяленный а цена какая блин адская так серьезно что я не пойму еще раз тут цены нету на нем сразу нет цену не вижу тут на килограмм стоит цена ладно обойдем этот момент молчания ну хотя бы попробуем сегодня вот все таки один язычок мы на пробу взяли это всякие молочки кстати вот я сейчас хожу в этом месте тут мягко говоря прохладно я в холодильнике это прям холодильник тут наверное минусняк вот сыр и сыр и тут соответственно тоже кстати в турции хорошие на любой кошелек и если на хороший кошелек то сыры реально очень хорошие вот твердые сыры цены ну сами понимаете ну знаете что хороший сыр не купишь за дешево увы если вы покупаете сыр там ну как сказать рублей за 600 800 но сами понимаете что это так называемый сырный продукт хороший сыр стоит от трешки вот и поэтому за двушку вот так бы минимально начальный хороший сыр хороший сыр от 50 евро в мире сейчас от почти 4000 даже как учить и почти 5 вот поэтому вот эти цены вот эти цены на сыр и вот 234 лиры твердый сыр вполне нормальные цены мир друзья таков скажем так с получкой в 30 тысяч как бы когда ты думаешь как бы дорасти до 40 тысяч это трудно понять что в общем то если нормальную еду покупать то 30 тысяч это ну два похода в магазин если нормальную покупать а все остальное это так или иначе уже скажем так отвесное падение по направлению к желтым ценникам вот увы вы погнали дальше ну вот друзья что касается мяса смотрите взяли вот такую подложку это говядина тело 850 так а стоимость у нее по моему блин тут нет стоимости по моему 106 лир но это прям такая вырезка очень хорошая тема вот собственно примерно цены но это как бы дорогая говядина то есть есть дешевле дороже особо нет это прям самая вырезка баранина кстати говоря сейчас примерно по тем же ценам так что вот примерно цены на мясо ну знаете такую говядину в москве ну может быть 680 она где-то будет стоить вот то есть да мясо чуть подороже получается москвы вот значит еще не полностью сравнялась но ерунда в том что я когда уезжал из москвы а где-то 400 было сейчас 680 то еще полгода и сравняется рыбный отдел рыбы абсолютно разные половину из них я не знаю даже названий вот такие вот мерзавцы и здесь два лежат очень интересные такие взгляни взгляни в глаза мои суровые взгляни быть может в последний раз рыбу бы наверное брать не будем потому что ну что это за рыбаки которые выходят в море берут рыбу вот смотрите как прикольно сделано какие плавнички вот такой вот рыб лежит вот это вот то что в россии называется дорада на самом деле не дораду это сипура дорада она здоровше намного как правило антка зеленоватого цвета настоящая дорада угри угри вот они вот они какие здоровые опанки купец короче этот купец я не помогут сюда к обычной речной вот смотрите какая барракудина тут лежит не знаю что это за рыба но зубастая купаться будете как говорится я думаю дальше понятно вот что тут очень интересного есть вот креветки разные абсолютно это мелочь значит такое-то хвостики сразу если не ошибаюсь то ли раков то ли вот раки есть непосредственно кальмары крупные креветки еще крупнее салмон салмон это не знаю короче это чем бы по нашему вот хрен знает что тут такие вот рыбы мощные вот опять еще один вид но опять же это так называемая дорада на самом деле все сипура сибас турецкая рыба довольно таки распространена леврек форель какая-то дальше там форельки а ну вот смотрите видите ну как бы у нас бы это назвали дорадой а здесь это вот она сипура но это более правильно основная масса русских людей которые ели дораду на самом деле никогда и не ели дораду может быть не знаю что повезет в море мою можете поймаем ну вот дальше идет отдел ладно продвигаемся дальше смотрите есть замороженная рыба вот такие вот мелкие рыбки вот разные цену хрен знает на самом деле я не разберусь по какой цене вот здесь тут надо вычитывать короче взяли упаковочку такой рыбы попробуем прикормить дельфинов сейчас пока разморозим ее в море будет дофига дельфинов попробуем их покормить да да не оскудеет рукодающего вот собственно что это такое не знаю тут креветки где-то должны быть ну рыбный отдел как бы тот который показал это свежий здесь вот все полуфабрикаты мороженое но это ладно в ценах мы тут не разберемся вычитывать каждую цену надо а вот наша коляска видите она уже наполняется потихонечку коляска моряков чем мы тут набрали кучу всего картофанчик но сейчас еще чуть наберем поэтому все только начинается мы не бичи друзья мы не бичи мы сейчас будем пить вино из бокалов вот давайте посмотрим какой тут выбор есть вот тут смотря что пить можно вискарь пить можно вино пить сейчас мы чего-нибудь возьмем вот разные бокалы тут вот образцы их есть так друзья теперь берем бокалы подвиска пить вискарь из бокалов для вина это не камильфо это будет исключительно аристократический поход бухать будем аристократически а там лед есть до морозилки ну вот виски со льдом ну что ж друзья вот она наша колясочка скромная еще вниз вся коляска не вошла вот собственно нам на выход так ну что тут по позициям я честно говоря вот она документация видите вот эту повесть временных лет так и что там в итоге так в итоге жизнь моя жестянка нам ну ладно зато много всего взяли теперь все есть ну что к выходу можно сказать готовым натощак уже не пойдем по трезвику тоже не пойдем так все нормалек все ну